Добрый вечер, Россетия! В прямом эфире наша программа «Добрый вечер, Россетия!» И сегодня мой гость, министр образования и науки Аслан Давидович Лобаев. Добрый вечер! Добрый вечер, Томир Ильин Ефимович! Аслан, добрый вечер, уважаемые телезрители! Мы находимся в преддверии большого праздника, и хотелось бы поговорить с вами все-таки о том, как вы начали наш учебный год. Какие итоги мы можем подвести за прошлый учебный год, сколько у нас было выпускников, сколько у нас было медалистов, и как эти выпускники устроились, если есть какие-то сведения в этом плане. И, конечно же, начнем с нового учебного года. Спасибо, что пригласили. Томир Ильин Ефимович, я помню, что и в прошлом году я вас посещал. Учебный год у нас начался, слава Богу, без серьезных потрясений на сегодняшний день. Порог первого класса у нас пересекли, если не ошибаюсь, 635 первоклассников. Выпускников у нас по прошлому году было 663 человека. Я могу ошибаться. Учебный процесс идет. Наши абитуренты в массе своей на сегодняшний день устроились в высшее учебное заведение из семи наших, получается, золотых медалистов. Все учатся в высших учебных заведениях. Один абитурент с серебряной медалью тоже учится в высшем учебном заведении. В принципе, да, как мы понимаем, все они на сегодняшний день находятся за пределами республики. Система образования, как одна из самых больших систем у нас в республике, конечно, не может, скажем так, исключительно в положительном ключе двигаться. Конечно, бывают и проблемы. К сожалению, я вынужден отметить, что по окончанию предыдущего учебного года, но, к сожалению, за всю мою практику, конечно, не было такого, чтобы единомоментно закрылись три школы. Это в этом году? Это в этом году. Ну, по окончанию учебного года, 23-24 учебного года. К большому моему сожалению, мы прекрасно понимаем, что это реалии времени. Не можем мы, к большому сожалению, платить заработную плату людям, которые не оказывают услуги нашим детям. То есть, в этой школе отсутствуют уже ученики? К большому сожалению. Учителя куда деваются? Наболевший вопрос. Мы, со своей стороны, всегда пытаемся данные вопросы держать на контроле. по примеру Больской и Нуккавской школы, эти школы находятся, в принципе, близко к другим большим школам. В Больском, в поселке Бол, это Ленингорская первая школа, и Ленингорская вторая школа. Нукавская, это вот бывшее село Ахалшен, оно находится вблизи Знавуцкой школы. Мы постарались, ну, есть, конечно, моменты, может быть, не такое количество часов будет у этих педагогов, которые остались, но мы пытаемся их, конечно, туда устраивать, давать нагрузку. Сложнее с техническим персоналом, которые работали в этих школах. По ним, конечно, сложнее. Да, вопросы отчасти до сих пор, они открыты. Существуют у нас случаи, когда места освобождаются, когда люди преклонного возраста уходят с работы, то мы, конечно, в первую очередь трудоустроеватели. Да, мы находимся в тесном контакте с администрациями районов, с учредителями данных образовательных организаций. И да, и пытаемся все-таки данные вопросы контролировать и по возможности людей этого устраивать. Вопросы, конечно, они тоже есть. Закрытие школ тоже у нас происходит в основном из-за миграции, из-за отсутствия детей дошкольного возраста в этих населенных пунктах. Да, понимаем, что вопрос, он связан так или иначе больше, скажем так, ну, с экономикой. Да, что люди зачастую, наверное, в моем понимании не видят свое будущее в этих населенных пунктах. Это проблема, в принципе, всей республики. У нас есть малокомплектные школы, все они проблематичны, к большому сожалению. Скажите, а вот имеется в виду, что школа закрывается из-за того, что там нет учеников вообще? Конечно. А сколько учеников должно быть в школе, чтобы она функционировала? Минимальное количество? Вопрос риторический. Мы боремся до последнего. По примеру, допустим, Кремульской школы, у нас был один ученик, и школа не закрывалась. Мы понимаем, что закрытие школы это максимально неприятный момент. Потому что открытие потом сложнее. Гораздо сложнее. Гораздо сложнее. Но, к большому сожалению, приняли решение, что поменяли место жительства. Данные люди. И такие негативные моменты есть. Я же говорю, в наших малокомплектных школах ни в одной из них мы не можем отметить, что у нас количество обучающихся увеличилось. Опять-таки. Эти процессы, они идут не один год, не два. Это относительно большой промежуток времени. И мы, в принципе, можем, наверное, долго говорить, почему это происходит. Ну, это понятно. Потому что, на самом деле, вы правы. Потому что, естественно, миграция населения, которая ищет детей лучше, и вывозит своих детей туда учиться. И каждый ищет, как говорится, что для своих детей создать комфортные условия. Да. А само здание, оно консервируется? Инвентарь как? Сохраняется или что? То есть, там же какие-то люди нужны, которые бы смотрели за всем этим, потому что это же все-таки имущество? Конечно, да. Но в данном случае решение принимает учредитель образовательной организации. То есть, глава администрации? Глава администрации, конечно. То есть, все имущество, оно описывается. Оно, в принципе, описано. То есть, и основные средства, и все другие, скажем так, предметы, которые есть, они по инвентаризационной, по описи считаются, проходятся. То есть, назначает, соответственно, человек, который, условно, за зданием и за основными средствами, скажем так, смотрит, чтобы их, извиняюсь за это слово, не украли, не разворовали. Анатолий Владимирович, а нет ли вот такой идеи в этом плане, что хорошо, мы понимаем это, естественно, это печально, конечно. Это очень печально, да. Используют вот эти здания, как пионерские лагеря, как бы детские лагеря летом. Имеется в виду, что здание-то есть, можно же там завести кровати, там все, вот дети, и как-то отдыхают. Здание эти есть, да, но я же говорю, вот на сегодняшний день, инфраструктура, которая должна быть при, как минимум, летнем лагере. Столовая есть там? Нет, к большому сожалению, к большому сожалению, их нет. Но школы сами по себе были малокомплектные, отчасти это были предусмотрены, скажем так, приспособленные помещения. Ну вот, допустим, в поселке Бол, ну, то есть, это одноэтажное здание, где, в принципе, создание условий затруднительно, да, то есть, там надо пристраивать, ну, площади, да, где мы бы смогли, условно, разместить столовую, горячий цех, цех складирования, да, это тоже существенный затрат. Ну, это понятно, да, я просто думал, что там столовая уже встроена. Нет, к сожалению, к сожалению, нет, не все наши школы соответствуют таким нормам, большая часть малокомплектных школ, к сожалению, им не соответствует, потому что это изначально даже не здание школ, они отчасти приспосабливались, да, где-то у нас это частный дом, такие нюансы у нас тоже есть. В том случае, конечно, ну, вот... Я помню в свое время, что в Синагуре была такая школа, в частном доме она была. Она до сих пор есть. Она там есть, она до сих пор есть. Ну, допустим, вот, школа в поселке Бекар, ну, это не частный дом, но это, ну, маленькое здание, да, и там такие условия создать, это требует, ну, больших и больших денежных средств. И, конечно, мы уже тоже смотрим на эту ситуацию, ну, с рациональной точки зрения, да, то есть, в принципе, в этом плане у нас есть гораздо более, скажем так, лучшие варианты, где, в принципе, за счет небольших вложений можно создать гораздо более лучшие условия. Ну, давайте поговорим о более приятных сейчас вещах, поэтому, по-моему, все-таки учебный год начался, и как у нас идет с комплектацией там учебников, с началом питания в школах, как оно организовано, все есть ли все, и все ли функционирует в том формате, в котором это должно быть и обязано быть. Там, Иванович, проблемы, конечно, есть, ничто не вечно под луной, выходят из строя определенные предметы быта, и в Ленингорском детском доме у нас были такие, скажем так, заминки, и как-то, ну, отопительные котлы выходили, да, мы все это отслеживаем, пытаемся свое время наменять, ну, это, скажем так, в рабочем режиме. В шестой школе у нас есть отчасти вопросы, которые требуют, скажем так, решения недолгого по времени, мы все эти моменты тоже отслеживаем, в рабочем порядке, конечно, пытаемся их решать. Ну, где у нас, условно, там, посадобоечная машина выходит из строя, ну, не без этого, конечно. Ну, само собой, техники, техники. Да, в целом учебный процесс он идет, по раздаточным материалам, по учебникам в данный момент времени тоже мониторится ситуация. Большая часть, ну, процентов, наверное, 98, больше, конечно, образовательные учреждения укомплектованы учебниками. Хочу отметить, что есть у нас проблема с учебниками по нацкомпоненту. Все с вами помним, что в 2019 году они издавались. На сегодняшний день они, в целом, решали, но, в принципе, даже по государственным стандартам срок работы учебника – это 5 лет. Через 5 лет учебники надо переставать. По этому вопросу у меня тоже уже подготовлена информация. Благо, что учебники выпускались в Южной Осетии в том числе. И, скажем так, далеко идти за этими вопросами не надо. Обратились мы тоже с просьбой и к правительству республики, чтобы по финансовой составляющей нам тоже помогли. Потому что мы видим, что обновлять их надо. То есть мы тоже со своей стороны пытаемся. То есть в определенных образовательных учреждениях они сохранились, новые. Но это, скажем так, не решение вопроса. Само собой учебник в руках детей. Конечно, конечно. Вот по национальному компоненту мы понимаем, что учебники надо уже переставать, потому что в массе своей они истрепались. Но есть надежда на то, что они будут переставаться сейчас? Конечно. Конечно, надежда есть. Практически у нас идут учебники по языку, по литературе. Да. И по хрестоматии, да? Да. Хрестоматия в том числе для первоклассников у нас рабочей тетради. Они ежегодно должны обновляться, потому что детишки по ним работают. Да, они по ним решают определенные задачи. Но, в принципе, этот вопрос, он министерством решается. Он в плане работы у нас обозначен, и мы каждый год эти учебники выпускаем. Да. И мы говорим сейчас об учебниках. Ну, с вашего позволения, может быть, забегая вперед, да, хотел бы поговорить по учебнику «История Южной Осетии». Да, это один из таких вопросов, да, где наш учебник, да? Да, ну, это как в том анекдоте, не буду его рассказывать. Вопрос-то, он, да, длится давно, чуть ли не с 2011 года, но хочу отметить, что макет учебника, он закончен. Буквально вчера я направил соответствующее письмо вместе с спецификацией по его изданию, по его тиражированию. То есть, в массе своей все исправления завершены. Работа ведется сейчас над обложкой самого учебника. То есть, у нас есть несколько вариантов, что может быть изображено на обложке учебника. То есть, определились и с форматом, определились с количеством страниц, определились с картами. То есть, они у нас будут, есть такое выражение, гейфолт, они бывают вложены в сам учебник. То есть, при разводе, чтобы учащимся было легче, вместо того, чтобы отдельно забирать с собой атлас на занятия, чтобы все было в одном. Вот. И, ну, я позволю себе такое оптимистичное высказывание. Ну, я надеюсь, что, вот, в течение месяца вопрос должен быть закрыт, и мы должны учебник уже представить. Учебник будет рассчитан на какой класс? По прошлогоднему учебному плану Томилан Ефимович Историю Осетии проходили в девятых и десятых классах. Мы обсуждали данный вопрос, и я как сам педагог, который преподавал детям Историю Осетии, и коллеги меня тоже поддержали, все-таки мы пришли к тому, что мы будем рекомендовать его по прохождению в десятых-одиннадцатых классах с тем расчетом, что события, которые описываются в самом учебнике, они связаны и с государственностью нашей республики, и, скажем так, весь тот период, когда народ Южной Осетии боролся за свое бытие, за свое существование, в моем понимании, дети, которые это будут проходить, они должны быть чуть-чуть сознательнее. И мы понимаем, что в школах даже год между детишками оно играет большую роль. Даже по лицам, по угрожению детей бывает понятно. События, которые описываются условно в 15 веке, во время Оландского государства, когда оно прекращает существовать, дети, они в силу своего возраста все-таки более, скажем так, отчетливее осознают, и мы будем рекомендовать, чтобы этот учебник использовался в 10-11 классах. То есть, если там в течение этого месяца учебник появится, он сразу пойдет уже в классы? Мы проработаем этот вопрос, да, нам надо будет собирать педагогическую сообщность. Есть моменты, потому что вопрос по методической помощи самих педагогов он тоже открыт. Конечно. Да, нам данную работу тоже надо будет провести, но я надеюсь, что по времени мы, в принципе, все это должны успеть. Учебник он большой, и материал, который там изложен, он тоже объемный. Но я думаю, что серьезных проблем со своими быть не должно. Ну, давайте мы договоримся с вами так, что завтра в час дня мы будем собирать круглый срок на телевидении, и не будем говорить об этом учебнике. И я вас приглашаю туда, чтобы мы там это обсудили. В час дня. В час дня, да. Потому что мы соберем историков, собираем туда, которые работали над этим учебником, чтобы как раз обсудить вот эти методические моменты, чтобы как это все делать. Я очень постараюсь, Иван Ефимович, присутствовать. Просто у меня на это время другое мероприятие. И еще один учебник, который всех заинтересовал, и который все обрадовались, когда вы услышали об этом, это учебник географии. Так точно, да. Учебник географии, я боюсь, как бы он не перенял участь из учебника истории Южной Осетии. То есть это пока в зарудыше, да? Нет, нет. Он не в зарудыше, материал по нему он тоже отработан. Честно признаюсь, вопрос, на котором он сегодня остановился, это карты. То есть учебник географии. Карты, которые должны быть в самом учебнике сложены, то есть они тоже идут по профилю, по сельскому хозяйству, по полезным ископаемым. Вот с ними сегодня есть определенная проблема, потому что подобного вида карты они в принципе не создавались. То есть это работа, которую надо продолжать. Мы в свое время обращались к соответствующим специалистам. Вопросов по этому, скажем так, направлению их немало. Но в моем понимании все-таки кудфазахам баденч, расстнавам пару тилун, а ухам, нахас, иммертидам ротголи гонич, ма кудамэгэска, на историчник, кума, адаман фейненканам, ма охордаттам, не школатам сараттам, а ма ма кудамэгэска, шо охороздам, шавиерин, хо шо охороз, райдавчастам архаин, шамэйна география чинигдар, ма хори бахал. Вопрос остался исключительно на картах. Это определенный объем работы, но его, в моем понимании, можно решить до конца учебного года. То есть, сам материал, он набран, он отпечатан, но вопрос, он на сегодняшний день упирается в карты, в специфические карты, которые надо делать. И на какой класс он будет рассчитан? Ну, не могу вам сейчас сказать, честно признаюсь, да. Мне сложно сейчас, не хочу вас вводить в заблуждение, я не готов сейчас ответить. И возникает сразу уже, из этого вытекает уже другой вопрос, кадровый вопрос. Есть ли у нас вот эти преподаватели, которые будут преподавать учить историю Осетии и преподавать историю географии родного края? Да. По кадрам по истории Южной Осетии не вижу каких-либо проблем на сегодняшний день. по педагогическим кадрам, по географии в целом, как предмета, определенные проблемы у нас были, вроде бы, да, и не физика, не алгебра, не химия, гуманитарный предмет. Были у нас, скажем так, определенные сложности, но на сегодняшний момент хочу сказать, то есть, у нас по образовательным учредям, сейчас мы подписываем тарификационные списки, смотрим на грузку педагогов, то есть, у нас вопрос, в том числе, по географии, он, скажем так, закрыт. То есть, нет у нас такого, чтобы какие-то уроки пустовали по причине отсутствия того или иного кадра. То есть, такого нет. А какие кадры вообще у нас дефицитные по каким предметам? Как всегда, это в основном в массе своей точной науки. Точно. То есть, математика, физика? Математика, физика. То есть, ну, в принципе, нет. По химии я бы не сказал. Химиков у нас тоже хватает. Хотел бы остановиться и на этом вопросе тоже, в целом. Да, и текучесть кадров в системе образования она тоже большая. В смысле, какая текучесть? Уезжают отсюда? Педагогов. Люди уходят на заслуженный отпуск. А, в том числе, конечно. Ну, хотел бы отметить тот факт, что, когда, в том числе, и по линии Россотрудничества приходят в Южную Осетию, скажем так, в простонародье называемые квотами, педагогические специальности, как таковые, они не пользуются спросом среди наших абитуриентов. Ну, вопрос тоже для меня лично понятен. рыба ищет где глубже, человек ищет где лучше. Вопрос, наверное, скорее всего, упирается в материальную составляющую. То есть, когда выбирается специальность, ну, медицинские специальности, они у нас, скажем так, в приоритете. по военному дебу в том числе, ну, про юридические, экономические направления я молчу. А вот с педагогикой сложно. Мы видим эту ситуацию, что наши абитуриенты с неохотой идут на педагогику. Хотя педагогика, она направление тоже большое, да, и предметники там присутствуют, и очень много новых специальностей появилось, такие, как и лечебная физкультура, и дефектология, в том числе, параллельно идет, скажем так, с медициной. И мы видим эту ситуацию, что наши абитуриенты с неохотой идут. И даже те, уже получается, студенты, которые заканчивают свое обучение, они не уходят в профессию. Это большая проблема, потому что, да, я не хочу сказать, что это такое массовое влияние. Нет, конечно, приходят в школу молодые, приходят, но не в том объеме, в котором бы хотелось, конечно же, видеть. И, скажем так, кухня тоже очень своеобразная, да, мы понимаем, что если человек приходит в школу работать, ну, как минимум, у него должна быть ставка. Ставка это у нас 18 часов в неделю. Это 18 уроков в неделю. Понимаем, что там тоже очень много тонкостей, что вполне возможно, что этих часов не будет. Многих не устраивает работать на полставки, да, те, что, условно, это 9 часов в неделю. И таких моментов их тоже много. Конечно, но, в моем понимании, вот эта преемственность поколений, которая, в принципе, на сегодняшний день все еще сохранилась, она должна дальше существовать, потому что без нее будет сложно. Молодому педагогу нужен наставник, нужен старший педагог, который будет погружать вазы работе. И вот в этом, я бы сказал, такой подводный камень кроется, что старшие поколения такие не о чем ходят. Молодые не приходят. Не в том количестве, в котором бы, конечно же, хотелось. И все-таки, вот момент такой, отбор педагога на работу, проходит ли он, извините за прямой вопрос, психиатрическое обследование, наркологическое обследование? Очень хороший вопрос. В смысле того, что мы доверяем своего ребенка человеку, от которого зависит не только будущее ребенка, но и будущее всей страны? Очень хороший вопрос. На сегодняшний день мы до этого очень много говорили про аттестацию педагогических работников, про аттестацию руководителей образовательных организаций. Я много говорил, что порядки они видоизменены и в целом направлены на то, чтобы пойти навстречу педагогам и руководителям. И вот одним из изменений в этом порядке является то, что работники системы образования, мы с Министерством здравоохранения буквально вчера обговаривали этот момент, что они должны проходить медицинское, не хочу сказать освидетельствование, но должны проходить медицинские процедуры. То есть, есть ряд составляющих, это отсутствие судимости, это медицинские противопоказания, занимаемые той или иной должности, и вот эта вот медицинская справка, она включает в себя определенных медицинских работников, в том числе врача-психиатра, в том числе врача-нарколога. Вот, то есть, этот вопрос, в принципе, с нами уже, он, скажем так, отработан. То есть, закон обратной силы не имеет, нам сложно будет всю педагогическую сообщесть сейчас заставить получать медицинские справки, но, в принципе, такой необходимости тоже нет. Вот, но в будущем такое требование, конечно, появится. Это уже вот буквально в самое ближайшее время. Это уже хорошо, потому что, я же говорю, что мы просто-напросто, как все родители, обеспокоены этой ситуацией, что у нас таких фактов нет, у нас таких этих нет, всплесков нет, но... Нет, ну, к большому сожалению, и не без этого, конечно. Но это редкие случаи, сейчас я не думаю, что на них стоит концентрировать внимание. с учителями в сельские школы. Вы говорили о том, что они плохо идут на работу, в связи с тем, что есть материальные, как говорится, составляющие в этом плане. Вот есть же доплаты какие-то для сельского учителя, то есть на проезд, на все остальное, все равно не идут в школу или как? Да, там, Илана Фенча, вопрос, он связан с тем, о чем мы с вами говорили, что с неохотой идут в школу и, ну, мы понимаем, что основное... Вот продолжение, да, нашего разговора, что сельские школы закрываются. В моем понимании, в сельской школе должен работать педагог, который в этом селе и живет. Но в советское время было по-другому. Я не буду сейчас про это говорить, но, к сожалению, таким образом решать вопросы тоже не получается. если мы посмотрим на малокомплектные школы по республике, я сейчас про малокомплектные говорю, то в большей части своей в них работают люди, которые живут в этих селах. А в сельской местности, ну, да, с города педагоги тоже добираются до этих школ. но, как сказать, заинтересовать человека, тем более молодого человека, ехать из города в село очень сложно. Ну, я не побоюсь этого слова, но практически 70% нашего педагогического состава, они находятся в городе Цхинвал. И у нас бывают такие случаи, когда определенные предметы, скажем так, пустуют в школах, когда не бывает должного педагога, тем более по точным дисциплинам. И заманить туда на сегодняшний момент молодого педагога очень сложно. До недавнего времени у нас была такая надбавка, как надбавка за приграничь. То есть, в образовательных организациях, которые находились в приграничной зоне, но по факту это были в том числе и те населенные пункты, которые были далеко от границы, скажем так. Но они эту надбавку получали. Министерство труда и социального развития, в принципе, проделало большую работу и, как таковые, все эти отдельные надбавки убрал. То есть, их на сегодняшний момент нет. То есть, в процентном соотношении все эти надбавки аккумулировались в доплату. этим же самым педагогам на сегодняшний момент у нас, ну, к сожалению, нету такой надбавки. То есть, у нас учебный план во всей республике одинаковый и система оплаты труда тоже одинаковая. То есть, сельские школы у нас такую доплату не получают на сегодняшний момент. Мы и в правительстве долго об этом говорили, что нам нужно запускать программу молодой учитель насилия. Без этого, к сожалению, будет сложно. Это очень хорошая программа. Да, мы ее обговаривали и не единожды, но, к сожалению, так вопрос упирается в финансовые средства. И, в целом, система оплаты труда педагогических работников, она такая, скажем так, радикально отличается от всех других сфер. это разряды самих педагогов, это выслуга лет, в том числе это звание заслуженный народный. И в этом ключе она отличается, так или иначе. Но, на мой взгляд, вопрос стоит остро, и мы, так или иначе, все равно вопрос этот будем прорабатывать, чтобы такую надбавку принять, скажем так. Да, но по-другому, к сожалению, не получится. Какого возраста будет касаться молодой педагогой? Если я не ошибаюсь, вы меня поправьте, но, насколько я помню, в законе о молодежной политике у нас с молодыми людьми считаются до 35 лет. В Российской Федерации, по-моему, увеличили до 40, но у нас люди до 35 лет считаются молодыми людьми. Соответственно, педагоги до 35 лет. окончание учебного заведения человек может приехать, подойти к вам с заявлением, скажет, что я вот молодой кадр, пожалуйста, я могу поехать. Конечно, конечно, конечно. И тогда вот вопрос, тогда вы разговариваете сейчас о льготах, какие льготы возможны, помимо этого, что получать ли они какие-нибудь еще дополнительные премии, поощрения для педагоги? Да, хороший вопрос, я думаю, что многих это интересует, но я не министерство труда, не министерство финансов, но так или иначе постараюсь дать, скажем так, четкий ответ. Вот опять-таки повторюсь, система оплаты труда, но уже не педагогических работников, а всех работников бюджетной сферы, она на сегодняшний момент в Южной Осетии радикально отличается от системы оплаты труда в Российской Федерации, это две разные вещи, если в Российской Федерации образовательной организации выделяется энное количество денег и руководителю ставится задача на его усмотрение распределить эти финансовые средства среди своих сотрудников, в том числе определить фонд, который отводился на вознаграждение, на усмотрение руководителя, тому или иному педагогу за достижение определенных результатов, то у нас в Южной Осетии все кардинально по-другому, то есть у нас ни фонд оплаты труда, ни в принципе наш закон о бюджете таких выплат не подразумевает, то есть отсутствует в принципе сам порядок примирования работников бюджетной сферы, в моем понимании, насколько я вижу эту ситуацию, то есть к большому сожалению вот такая ну скажем так правовая основа под премиальные выплаты в Южной Осетии на сегодняшний день отсутствует, к большому сожалению, но мы и с российскими коллегами долго об этом говорили, да, и понимаем, что ну мир меняется, и требования не тоже меняются, и хотим мы этого, не хотим мы этого, но ситуация нас будет сподвигать к тому, чтобы система оплаты труда ну как минимум в системе образования менялась, потому что ну мы понимаем, что в сравнении два педагога мы видим, что дети тоже разные, они не могут быть одинаковыми, но условно есть педагог, у которого есть результат элементарный, ну ученики показывают стабильно хорошие результаты в олимпиадах, условно я говорю, да, то есть в моем понимании опять-таки ребенок получает золотую медаль, тоже понимаю, что не все дети с одинаковыми способностями, но если человек на протяжении определенного количества времени показывает высокий результат в своей работе, ну мне кажется, что этого человека надо поощрять, потому что мы тоже понимаем, одинаковую работу делаем, одинаковую заработную плату получаем, ну зачем мне там условно еще оставаться после работы и дополнительно заниматься с детьми. Это нужно, это правильно, потому что у нас на сегодняшний момент рыночная экономика, у нас рыночные отношения, и за те или иные качественные услуги человек все-таки вознаграждение должен получать. Но прошел сразу вопрос, где премия лучший преподаватель года? Как почему конкурса не существует у нас? она существовала, она существовала, да, и когда я работал еще заместителем министра, к сожалению, не было обращений соответствующих, в протяжении определенных лет конкурс был, обращений не было, обращений не было, к сожалению. Но может быть не пиарили этот конкурс не было. Нет, Определенная рассылка проводилась в образовательной организации. Я сейчас, может быть, по годам ошибусь, но... Или, может быть, премия была маленькая, сказали, но этого не было. А я вам скажу, 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей? Да. Это очень хороший пример. Да, 100 тысяч рублей. Но я могу не помнить всех особенностей. По моей информации, был такой прецедент, что не было соответствующих обращений по предметам. И по положению самого конкурса, ну, то есть, конкурс не может проводиться в том случае, если есть один человек, который обратился с подобным заявлением. А может ли так случиться, что, то, что вы говорили, что если педагог своего учитька продвигает на Олимпиаду, и он забрал, там берет золотую медаль, это же уже кандидат, лучший преподаватель. Да, но конкурс-то он добровольный. Добровольный, все. Тут уже конкурса не надо, можно его поощрить этой премией. Ну, порядок, к сожалению, этого конкурса не подразумевает такое поощрение. все-таки там требования чуть-чуть другие. Ну, я же говорю, в принципе, учебный год только-только начался. Хорошее предложение, спасибо, Томилон Эфимович, я думаю, что мы этот вопрос еще раз поднимем. Да, потому что это будет как бы такой, если мои ученики там продвигаются вперед и на Олимпиадах участвовать в России туда-сюда. Обратить на это внимание просто нужно. Конечно. Потому что человек может быть стеснительнее, он не хочет пиариться в этом плане, а тут вызвали, сказали, ну, ты же лучше. И все, получаешь свое мнение. Ну, это уже не конкурс. Это уже не конкурс. Это уже не конкурс. Хотя бы в такой момент. Это уже не конкурс, да, но мы подумаем над этим. Да, основное, в прошлом году, по-моему, было, или в начале этого года, я помню, что в России обратили очень большое внимание на то, чтобы насчет ЕГЭ поработать, чтобы его убрать, и плюс еще посмотреть на систему образования вообще по всей России. Имеется в виду, что вернуть советскую школу образования. Об этом говорили. Насколько... Такие разговоры идут, да, Иван Иванович, очень долго. И, скажем так, в политическом сообществе Российской Федерации, в педагогическом очень много мнений по этому вопросу, да, но мы тоже со своей стороны пытались отслеживать. Но все-таки вопрос, он не был, скажем так, решен в том понимании, в котором его ожидали. То есть, ЕГЭ продолжает свое существование, то есть, ни о какой отмене на сегодняшний день в Российской Федерации речи не идет. Было очень много сторонников, чтобы ЕГЭ отменили, но, к сожалению, или к счастью, я не знаю, кому как, он до сих пор существует. Но, что бы я хотел сказать по этому поводу, я его никогда не задавал, в принципе, никогда не имел с ним отношений, но, я вижу ситуацию, которая кардинально изменила систему образования в Российской Федерации в сфере СПО, среднепрофессионального образования. То есть, по завершению девятого класса в Российской Федерации сдается тоже экзамен, примерно в таком же формате. И многие школьники уже думают, а нужно ли мне оставаться в школе, сдавать единый госэкзамен и с теми баллами, которые я получу, дальше пытаться поступить в институт. Это такое приземленное мышление, правильное, на мой взгляд. И буквально за последние пять лет рынок труда в Российской Федерации он показывает очень большой рост. То есть, среднеспециальные образовательные учреждения в Российской Федерации набирают очень большое количество студентов. То есть, человек идет, получает рабочую специальность и тогда уже, если он хочет, он может поступать в высшее образовательное учреждение. Но уже с готовым как готовый специалист. Как готовый специалист. И многие не поступают, потому что они начинают зарабатывать очень неплохие деньги. И в Южной Осетии для нас, я буду откровенен, это очень большая проблема. Почему? Потому что с большим нежеланием идут у нас сегодняшняя наша образовательная учреждение, Центринанский многопрофильный колледж, не набирает того количества студентов, на которое оно рассчитано. по понятным причинам. Потому что как у нас завелось, то есть ребенок должен получить высшее образование. То есть это непременный атрибут. Понадобится оно ему или не понадобится, это второй вопрос. Но такое мнение до сих пор в нашем обществе присутствует. А если ЕГЭ применить к 9 классу? К 9 классу? Ну мы думали об этом. Есть еще? У нас общество тоже очень своеобразное. Мы понимаем, кого-то что-то заставить сделать всегда сложно. Думали об этом, чтобы такую форму аттестации провести в 9 классе. но я буду честен. Мне кажется, что на сегодняшний день наши образовательные учреждения пока к этому не готовы. То есть это в принципе требует в моем понимании две вещи. Прозрачность и принципиальность педагогического сообщества. То есть выставить те оценки, которые полагаются наше изделие. Перед тем, что получится. Если окажется нам, например, слово говорю, что это может быть я ошибаюсь, это мое субъективное мнение, но 50% не сдали это ЕГЭ. Дальше что? Дальше? То есть имеется в виду Южная Осетия? Да, Южная Осетия. Ну, дальше. Вот я сейчас отвечу на ваш вопрос, Милан Альфинович. В моем понимании, вот это сознание ПТУ советского, оно на сегодняшний день существует в нашем обществе, то есть кто идет в ПТУ? В ПТУ идут двоечники. И мы, если вот таким образом будем решать данный вопрос, то есть мы опять возвращаемся к этому мышлению, то есть мы не оцениваем, скажем, не то, что не оцениваем, мы ставим те оценки, которые наши учащиеся, скажем так, заслуживают, говорим им, ребят, ну вот вы условно там не набрали определенного количества баллов, то есть это большая реформа образования по большому счету, и тем самым набираем студентов в среднеспециальные образовательные учреждения. Но вопрос, он тоже такой, он многогранный, его надо тоже обдумать, но в моем понимании, с учетом того, что мы не такое большое общество, в основном мы тут все знаем, все-таки профориентация должна работать. Мы с вами можем подумать, ну условно, я про себя скажу, мне нужен был электрик, то есть мне нужен был электрик провести определенные работы. Это большая проблема, то есть даже если вы такого человека находите. Ислан Галинович, третий месяц стою в очереди за кафельщиком. Вот. Третий месяц. Рабочих специальностей в Южной Осетии их недостаточно по большому расчету. И мы видим, как люди со Средней Азии к нам приезжают и, скажем так, как сильно варьируется рынок по ценам. Это мы понимаем. Образовательные учреждения, которые готовы выпускать такие кадры, у нас есть. Да, колледж есть. Но мы не можем на сегодняшний момент времени довести до наших, скажем так, пока что учащихся, что, ребят, на государственной службе или на какой-либо иной службе вы не будете получать таких денег. с учетом премий, с учетом выплат. Это несоразмеримо. Конечно. И вот это надо менять в сознании людей, в моем понимании. У нас прошло год неавгустовская конференция, в принципе, эта тема и была посвящена. И соответствующая работа в школе, она тоже идет. Объясняют учащимся, что такие рабочие специальности, для чего они нужны, из чего состоит экономика любого государства. Такие моменты, да. Но это тоже вопрос, который не решится ни за год, ни за два. Уроки труда в школе и уроки начальной военной подготовки. какой стратегии? Они у нас в учебном плане обозначены, они у нас проходят в массе своей, да, но урок труда, у него чуть-чуть другая задача в принципе поставлена, чтобы человек, оставшись, скажем так, у себя дома, в разных ситуациях, мог совершить элементарные вещи. Обращаться с пилой, обращаться с шуруповертом, с гаговертом, как сделать так, чтобы не получить соответствующие травмы, да. В определенной мере, это, конечно, в том числе и должно простимулировать, заинтересовать. Но, скажем так, то количество уроков, которые у нас в учебной нагрузке есть, оно этому не способствует, так или иначе. То есть, тут должна идти большая серьезная работа и со стороны государства, и мы, я же говорю, получается у нас второй год такая задача по образовательным организациям тоже стоит, чтобы рассказывать, показывать детям, что такое рабочая специальность и какие выгоды она сулит. Вот. Ситуация тоже меняется, но мы не получили пока достоверных данных от цикландарского многопрофильного колледжа. Мы решили продлить прием документов. Наверное, уже на новой неделе тоже будут окончательные цифры, но они уже лучше прошлогодних. То есть, положительные сдвиги, они тоже есть в этом направлении. А под начальность военной подготовки? Ну, начальная военная подготовка у нас предмет на сегодняшний день называется чуть-чуть по-другому. Это основа безопасности жизнедеятельности. Начальная военная подготовка мы, то есть, это государственный образовательный стандарт в целом, в том числе и по данному виду подготовки. И отчасти он тоже упирается в определенные материальные средства. То есть, на сегодняшний день мы не располагаем достаточной методической базой, в том числе, и достаточно основной базой. в том числе это к сожалению мы на сегодняшний день пока не готовы вот разово поменять данный предмет, потому что мы должны к нему как минимум подготовиться. Необходимость в этом есть? События, которые происходят на сегодняшний день в мире, я думаю, что они изо дня в день показывают, что эта необходимость конечно же есть. Но я хочу отметить, что и предмет такой, как ОБЖ, он в принципе тоже охватывает как обращаться с оружием молодым людям в случае Боже упаси различных видов опасностей, какие имели принимать, как правильно надевать противогазность. Это тоже охватывает данные аспекты жизни. А вот именно начальная военная подготовка она уже скажем так чуть более в развернутом виде показывает нашим учащимся что такое военная служба, что такое военная подготовка в массе своей. Мы конечно тоже думаем об этом, но к сожалению сегодня сразу перейти на такой предмет пока не имеем возможности. Александр Ильич, у нас в центре города идет строительство второй школы. Это большое радостное событие, потому что я думаю, что это будет еще больше зданий, еще с большим классом в этом плане, потому что это практически одна из самых больших школ по численности учеников. По численности была самая большая школа в этом характере. И как вы оцениваете вообще фронт этой работы? Вы смотрите, видите, как это происходит и как вы сами оцениваете эту ситуацию? Ну соглашусь с вами, Тарелом Евгеньевич, что долгое время мы ждали этого события. Кто был в первом корпусе второй школы, как раз напомнит, какое там было здание. История, скажем так, немалая была у этого здания, но мы понимали, что это деревянная конструкция, которая, не дай бог, была в аварийном состоянии. темпы работ темпы работ мы, конечно, тоже, скажем так, смотрим, наблюдаем за ними, но ни для кого не секрет, что они идут, в моем понимании, более чем успешно, то есть, уже начались возводиться стены. Но мы понимаем, что такое здание построить за день год тоже сложно, то есть, в конце будущего года мы рассчитываем, что сможем ввести в эксплуатацию данный корпус. Конечно, количество помещений тоже возрастет, территория, конечно, уменьшится, потому что площадь застройки гораздо больше. И будем думать уже о втором корпусе. Дополнительно? Ну, как минимум, о поведении капитального ремонта. капитального ремонта. Я думаю, дополнительный. Дополнительный, но было бы замечательно, конечно. А что еще планируется по этой программе строительства у нас по школам, по детским садам? По улице Братьев Губаевых тоже по линии инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Сети. У нас идет строительство детского сада, восьмигруппового детского сада, срок окончания работ, озвучен очень оптимистичный. Это конец текущего года. Это типовой проект по первому детскому саду, который у нас находится по улице Суворова. на сегодняшний момент тоже обговариваем различные вариации, в том числе по коррекционному обучению детей дошкольного возраста. С Министерством строительства согласовываем перечень оборудования, то есть две тире три группы в зависимости от тех данных, которые нам в ближайшее время должно предоставить Министерство здравоохранения Южной Осетии, мы будем определять и коррекционные группы в том числе. Это в каждом садике? Нет, это вот именно в строящем садике. По той причине, что безбарьерная среда, она изначально заложена в проектировании самого здания, то есть предусмотрен лифт, в том числе предусмотрены пандусы, то есть для деток, скажем так, для наших особенных деток, чтобы никаких проблем с этим не было. Этот вопрос мы тоже сейчас обсуждаем и будем его реализовывать так иначе, потому что такая потребность есть. Да, и в целом коррекция, инклюзия та же самая, мы видим, что это вызов, который мы не можем игнорировать. Это вызов, что? Да. Общемировая практика говорит, что таких детей становится все больше и больше. Чем нас обрадует следующий летний сезон? Будет ли у нас лагерь для наших детей в Южной Осетии? По моей информации, лагерь на сегодняшний день он в массе своей уже готов. Я так предполагаю, что до конца года министерство строительства детский лагерь отдыха должно принять. То есть разговоры об этом тоже не будут. На сколько мест будет лагерь? он закладывался на 150 мест. То есть проектно-смертная документация исходит из 150 мест. То есть существует основной корпус и существует 5 отдельно стоящих строений в виде коттеджей, которые тоже способны принимать по 2 отряда. По 15 человек. Нет, 15 человек у нас получается на втором этаже одного такого коттеджа и 15 человек на первом. Получается по 30 в том числе и для сотрудников самого лагеря тоже предусмотрены соответствующие помещения, где бы они могли находиться. На чем балансе министерства образования или джавского района администрации джавского района? Не могу вам ответить на этот вопрос, Тамерлан Ефимович. Данные вопросы находятся не в моей компетенции. Я считаю, что наверняка передают тому органу, который сможет лучше его эксплуатировать. Я пока не могу вам со стопроцентной гарантией сказать, что министерство образования получит в свое подготовленство данные объекта капитального строительства. Проходят определенные совещания, есть вопросы и по штатному расписанию, есть вопросы по текущему содержанию объекта. Все эти вопросы в правительстве тоже прорабатываются и я думаю, что в ближайшее время это тоже станет ясно. То есть после приема уже в эксплуатацию это будет уже решаться? Да, комитет государственного имущества, комитет труда, нет, не комитет труда, комитет по стандартизации, прецензированию тоже дает соответствующий документ, он носит название ЗОС и после этого все процедуры начинают уже в таком рабочем режиме реализовываться. И комитет государственного имущества определяет организацию, кто будет на праве оперативного управления эксплуатировать данное сооружение. Потому что как я понимал для себя, что и комитет по молодежи, по молодежи политики тоже имеет какое-то отношение к этому все, потому что организовывает там и лагеря, и какие-то площадки. Площадка замечательная, Дмитрий Владимирович, площадка замечательная, я посещал объект строительства, это большое сооружение, и по площади оно тоже большое, и вариантов, как организовать досуг, неважно, детям, молодежи. Это круглогодичное. Это круглогодичное. То есть изначально, когда мы с российскими коллегами говорили, вопрос был обозначен очень четко, то есть он должен эксплуатироваться круглый год, тем более место, где он находится, он зигом, ну, в моем понимании, замечательное место. Ну, это очень хорошо, потому что я думаю, что в год один раз Министерство культуры совместно с театром тоже будут забирать у вас помещение для проведения международного фестиваля тетрального. С большим удовольствием. Да, это большое достижение, что у нас такой объект появился. Александр Давидович, неспроста мы вас пригласили вот в начале этого месяца, потому что буквально несколько дней будет День Учителя. Конечно. Я думаю, что были правы наши древние, когда говорили, что две профессии, которые отвечают за существование нации, это учитель и врач. Согласен. То есть, что у нас есть возможность поздравить всех наших учителей. С большим удовольствием. С большим удовольствием. Слово, пожалуйста. Дорогие учителя, педагоги, наставники, наставники, ахрогенчат. Зарда бене, мафанды, рарфа кенен. Кэйнен, стута бунэбунэбунэммидэк, нэхиша дэммидэк, нэшар дэммидэк, рвввокс кенен, в барак бун, нэбарак бун, офтезагам, амма мафанды, рарфа кенен, фитчач дэр, в нэнэйзжинадан, в куст ма, сгдак зардая, шиша вод, в каст тарфалдар, нэ каст тарфалдар, сгдак зардая, кусу та бунэбунэбунэммидэк, дэр, вийдэрввэнэм, аммонуд, шоу офзар, шоу чабах, кутгави хистаримархоэн, кутгави шарда мидэк, хивдэсэн, ама, ма дамайрам, нэххэскэнэгвэд, нэнэлгуй мэкта кэдэн, архэнч, ахэрэммидэк, бэдунэн, вастаржэхэскэнэгвэд, ва, офзарстыл, шо, ма кафэфас мунэнкэнат, ама, с наступающим вас праздником, дорогие педагоги. Я очень рад, что у меня сегодня есть такая возможность поздравить вас в том числе и на русском языке. Успехов вам в вашем нелегком труде. Все мы понимаем, что это сложная работа воспитывать и обучать. Я хочу акцент поставить воспитывать и обучать, потому что пока идет воспитание, а потом идет обучение. И спасибо вам за вашу работу каждодневную, ежечасную, я бы сказал. Успехов в вашем нелегком труде. И спасибо, что вы у нас есть. С наступающим вас праздником. Новых свершений, новых достижений. Ну а мы, по возможности, конечно, будем вас чествовать, награждать и говорить вам спасибо. Я тоже присоединяюсь к этим поздравлениям, потому что я хочу сказать большое спасибо всем моим педагогам, которые участвовали в моем воспитании. Спасибо вам за это. И еще большое спасибо хочу сказать преподавателям, педагогам моих детей. И спасибо вам за них, потому что вы принимали очень активное участие в их воспитании. Спасибо. Спасибо. В основном доверяюсь за то, что вы пришли сегодня. И будем надеяться, что все планы, все то, что мы говорили об этом, они будут исполнены. Спасибо. Вам спасибо, Атамир Владимирович. Надеяться надо. Конечно. Без этого никуда. Я уверен, что все у нас получится. Обязательно. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok